Как дела, джентльмены? Сегодня хочу поделиться с вами ошибками, которые я совершал как новичок. Я по-прежнему учусь, наверняка у меня еще много ошибок, про которые я не знаю, но когда я понимаю, что я, пользуясь автомобилем, делаю что-то не так, я стараюсь это исправить. И сегодня хочу поделиться пятью вещами, которые я делал неправильно и советую сразу учиться делать правильно новичкам. Первое, это то, как я работал с цеплением. Сейчас мне ребята подсказали и начал я пользоваться немного по-другому, как я делал раньше. При торможении я нажимал сцепление, тормоз, две педали. И уже потом, когда происходила полная остановка, ставил на нейтралку. У меня механика. Сейчас я делаю по-другому. Сейчас я жму тормоз, пока скорость не упадет примерно до 20-25 км в час, пока не упадут обороты. Потом выжимаю сцепление, ставлю на нейтралку. Это достаточно быстро происходит. И продолжаю держать тормоз до полной остановки. Ну а потом со светофора или с перекрестка трогаюсь как положено. Это вот то, чему мне сейчас надо немного переучиться. Не нажимать сразу две педали. Хотя на малых скоростях я по-прежнему, на малых передачах по-прежнему так делаю и пару раз даже заглох. Как считаете, правильно, что я переучиваюсь или сгодится и по двум педалям сразу жать? Просто я нашел информацию о том, что двигатель дает возможность тормозам работать более эффективно, если его не отрывать, грубо говоря, от коробки передач. Тормоза работают более эффективно. Второе, ребята, то, что я делал неправильно, опять же, связано с сцеплением. Когда в пробке или на перекрестке я стоял, я выжимал сцепление, не выключал передачу и держал. Собственно говоря, с этого вопроса и начался разбор полета, скажем так. Что я делаю правильно, что я делаю неправильно. Потому что, наделавшись приседания с гирей, трастеров, у меня забилось так сильно бедро, что мне на перекрестке было уже даже тяжело держать. В пробку попал. Держать было тяжело сцепление. Я ребятам пожался, говорю, нога забивается. Мне сказали, зачем ты держишь сцепление? Поставь на нейтралку, потом делай включение. Конечно, ошибка, скорее всего, смешная. И те, кто ездят давно, вообще даже не понимают, как можно сделать по-другому. Как сделать так, как делал я, неправильно. Но, собственно говоря, теперь я делаю как? Подъезжаю к светофору, к перекрестку. Уже говорил вам, я вытормажусь, ставлю на нейтралку. Держу только тормоз, потом, когда могу продолжить движение, включаю передачу и в путь. Третья ошибка, также связана с передачами, с работой педалями, это то, что с горки я катился на нейтралке. Оказалось, это полная чушь, потому что тогда и колеса работают не так хорошо в связке. И, собственно говоря, в случае какого-то непредвиденного маневра я не смогу включить передачу. Это может повлечь за собой негативные последствия. То есть, вот теперь я спускаюсь с горок на передачу включенную. Еще один момент, который я сделал один раз, и мне хватило, чтобы этого больше не повторять. Это переключение передачи в повороте. Когда входишь в поворот, пытаешься включить передачу. Блин, это, конечно, мне пока не по зубам, потому что работать и одной рукой в повороте, на руле рукой, а другой передачей, еще и сцепление выжимать. В общем, сразу я с первой на вторую хотел переключиться. Сейчас уже, но это поначалу так было, сейчас уже я так делаю, получается, но все-таки стараюсь все манипуляции с коробкой провести до и после того, как я совершаю поворот. То есть, вот такая вот ошибочка, над которой сразу начал работать, не дожидаясь, пока меня кто-то поправит. Еще одна ошибка, ребята, которая может, в принципе, все ошибки эти плохо сказываются на вашем вождении, рассеивают ваше внимание, повышают расход, изнашиваемость разных частей автомобиля и делают езду не такой, можно сказать, даже экономичной, что ли. В общем, еще одна вещь, которая явно бы подпортила мой автомобиль, это, собственно говоря, то, что я тормозил и не отпустив педаль тормоза, то есть на нажатых тормозах, перекатывался или встревал в ямку. Блин, вот это, конечно, тема тоже меня Миша, спасибо большое, поправил. Очень неприятная, потому что, получается, заклиненные колеса, когда я бьюсь, то, собственно говоря, повышается износ всех частей. В общем, работа ведется, ведется достаточно активная, потому что я каждый день езжу, в среднем в день где-то 50 километров накатываю. Это немного, все прекрасно понимают. Застревал в пробках, самую большую пробку как-то застрял на Московском проспекте у нас тут, и это было просто ужас. Я набрался наглости у нас в Харькове тут, походу, по-другому никак. Подстроился там под грузовик, повернул, но там люди с опытом друг друга матом крыли, хотя я сторонник того, чтобы вообще, в принципе, общаться друг с другом, с коллегами-автомобилистами радушно, потому что, в принципе, ты же в машине не должен себя ощущать, как в крепости. Ты по улице, идя, толкнешь человека плечом, зачастую же ты извинишься, поэтому советую также и, как начинающий автомобилист, заметив это все хамство на дорогах, вести себя более адекватно. Собственно говоря, и еще один моментик был, но буковка У, наверное, спасла, у меня все машины объехали, я стоял на аварийке, на большом подъеме, я заглох. Поехал на третьей передаче, авто не вывезло, я заглох, за мной стояла цепочка из автомобилей, слава богу, я успел перестроиться, они меня обошли. Я понял, что на третьей в эту горку моя машинка не вывозит, переключился на первую, дал по газам, шлифанул асфальт и выбрался на горку. То есть вот такие вот ошибки я совершаю, учусь, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому вот такие советы, если есть что добавить, как-то меня поправят. Блин, самокаты, конечно, это просто лютая тема, ребята. Вот эти самокаты, это отдельная тема для видео, они ездят по дорогам, ездят наравне с автомобилями, но это, я не считаю, такой вид транспорта безопасный, на котором можно стать самому, он поставит ребенка и катится. На сегодня все, буду рад любым советам и подсказкам, до скорых встреч, автомобильный влог, пока-пока.